Сегодня у нас очень интересный и яркий выпуск. Честно скажу, я с большим нетерпением ждал, ну когда же уже до нашей студии доедет все это. Ну и собственно говоря, этот день настал, и я с большим удовольствием расскажу и покажу про уникальный проект. Коллаборация ROG Evangelion. И к вашему вниманию, игровая гарнитура ROG Delta S Evo Edition. Далее, игровая мышка ROG Carys Wireless Evo Edition. Здесь у нас ROG Strix Scope RX Evo Edition, игровая клавиатура. И потрясающий коврик ROG Scope 2 Evo Edition. Но это не полный набор коллекций. В состав ROG Evangelion также входит материнская плата, несколько видеокарт, игровой монитор, роутер, корпус, система водяного охлаждения, блок питания и портативный контейнер для твердотельного накопителя. Пфф, просто безумие какой-то. Ну что ж, всем привет, ребята, на связи Republic of Gamers, с вами Никита, давайте начинать. Коллекция невероятно стильная, яркая, с мелкими элементами в дизайне на устройствах. У всех продуктов в целом единая дизайн-концепция. Но каждый из них уникален отдельно сам по себе. Как вы видите, даже над внешним видом коробочек дизайнеры поработали на славу. Такие вообще не грех поставить на полочку дома. В общем, предлагаю распаковать все по красоте и двигаться дальше. Потому что руки уже чешутся. Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Ну просто кайф. Вы только посмотрите на эту красоту. Устройства сделаны в фиолетово-зеленой цветовой гамме и украшены тематическими рисунками и элементами. В линейку, кстати, также вошли дизайнерские футболки и толстовки с символикой Republic of Gamers и Evangelion. Таким образом, поклонники аниме и фанаты нашего бренда могут не только стилизовать свое рабочее место, но и приодеться сами. Мерч — это всегда круто. Кстати, насчет аниме. Давайте проведу небольшой экскурс вам. Да кто это такой вообще этот ваш Evangelion? И чем вдохновлялась наша RLG-команда? Ну, во-первых, Evangelion — это целая вселенная, сокращенно Ева. Это аниме-сериал в жанре меха, снятый режиссером Хидеяки Анна. Тогда еще на студии Gainax и выходившей с 4 октября 1995 года по 27 марта 1996 года. Выходило множество произведений по мотивам франшизы. Как раз-таки аниме, также игры и манго. Это японские комиксы. А данная коллаборация создавалась совместно со студией Hara. Это компания, размещающаяся в Японии. Основана все тем же Хидеяки Анна 17 мая 2006 года для работы над аниме. Занимательно то, что бренд Republic of Gamers тоже появился на свет в 2006. Совпадение? Не думаю. Так вот меха — это поджанр в аниме, манге и в научной фантастике. Основным атрибутом которого являются огромные боевые, человекоподобные машины, шагоходы, а также общее наименование этих машин. Они могут быть как самостоятельными, самоуправляемыми боевыми единицами, так и пилотируемыми роботами. Но у термина Евангелион существуют и другие значения. Ева — это также человекоподобные биомеханические роботы из одныменных аниме-сериала и манги Евангелион, а также созданные по ним медиафраншизы. Согласно сюжету, данные роботы выступают основным оружием в войне против загадочных созданий ангелов, по неизвестным причинам регулярно атакующих планету. Изначально управление данными роботами доступно лишь немногим 14-летним подросткам, которых называют детьми. Однако позднее разрабатывается псевдоробот, способный их заменить. Так вот, как я уже упоминал ранее, устройства оформлены в фиолетово-зеленой цветовой гамме и украшены тематическими рисунками. Почему так? Да потому что наша команда при разработке вдохновлялась биороботом EVA-1. Его корпус как раз-таки раскрашен в данных цветах. Вот как-то так. По итогу вышла потрясающая коллаборация. Данная палитра цветов отлично сочетается с нашими устройствами. Взгляд притягивает ну просто моментально. Даже те, кто не в теме всего этого. Франшиза Evangelion официально закончилась в Японии 8 марта 2021 года. Последний ребил сериала вышел в широкий прокат 13 августа. В нем режиссер Хидеяки Анна спустя 26 лет после выхода сериала Neon Genesis Evangelion наконец-таки разрешает конфликт между нерв и силами сопротивления. Проливает свет на истинные мотивы героев и рассказывает, чем же закончился последний удар. А теперь предлагаю быстренько пробежаться по всем нашим сегодняшним устройствам. Давайте, пожалуй, начнем с игровой клавиатуры. Это ROG Strixcope RX EVA Edition. Игровая клавиатура с эксклюзивными оптико-механическими переключателями ROG RX Red, которые характеризуются ускоренным срабатыванием с линейным усилием нажатия. Они снабжены полноцветной подсветкой, а их ресурс составляет 100 миллионов нажатий. Клавиатура соответствует стандарту IP57 повода и пыленепроницаемости. Ее верхняя панель изготовлена из долговечного металла. Как и у всех клавиатур серии Strixcope, у нее имеется увеличенная клавиша Control и специальная клавиша режима Stealth, которая моментально сворачивает абсолютно все окна приложений. Для подключения дополнительного периферийного устройства предусмотрен сквозной порт USB 2.0. Обратите внимание на количество деталей на клавиатуре, на корпусе, на кейкапах. На клавиши Escape стиляжно светится голова робота EVA-1. На этой клавиатуре хочется не только играть, но и просто смотреть на нее. В комплекте с клавиатурой идут сменные кейкапы зеленого цвета. Так что при желании их можно менять по настроению. Ну а почему бы и нет? А для того, чтобы кейкап был безопасно извлечен, в комплекте с клавиатурой также поставляются специальные щипцы. Скажу одно, эти свечи просто божественные ребята. Играть на них доставляет просто колоссальное удовольствие. Даже не передать словами. Это нужно просто попробовать. Советую вам перейти по ссылке в ролике и посмотреть видео, посвященное особенностям ROG RX-переключателей. Там я все-все-все рассказываю про них. Далее. Игровая мышь. ROG KERYS Wireless EVA Edition. Это легкая беспроводная игровая мышь массой всего 79 граммов. С высокоточным сенсором 16000 точек на дюйм. И тремя интерфейсами. Это USB, 2.4 ГГц и Bluetooth LE. Low Energy, BLE. Это технология беспроводной связи с низким энергопотреблением для обмена данными на больших расстояниях. Также среди других особенностей мышки это эксклюзивная конструкция разъемов для установки переключателей ROG Microswitch. Основные кнопки из прочного PBT-полимера. Сменные боковые кнопки. Ножки ROG Omni Mouse. Кабель ROG Paracord. И полноцветная подсветка Aorusin. С целью разработки игровой мыши с великолепной эргономикой инженеры ROG сотрудничали с профессиональными геймерами. Результат вышел достойный. Тщательно продуманная форма мыши, благодаря которой она подходит для любой ладони и обеспечивает комфорт в длительных игровых катках. В комплекте с мышкой поставляются сменные боковые клавиши разных цветов. При желании каждый пользователь сможет себе заменить их и внести нотку разнообразия EVA стиля. Кстати, снова также советую перейти по ссылке подсказки и посмотреть наше объемное видео, в котором я рассказываю, как выбрать игровую ROG мышь. Все особенности и полезные советы. Также там есть информация по нашим фирменным переключателям ROG Micro Switch с эксклюзивной конструкцией разъемов для установки. Ну и конечно же отличным дополнением к мышке и клавиатуре служит коврик. Специальное покрытие тканевой поверхности коврика делает его в полтора раза более гладким, чем обычный, обеспечивая идеальное сцепление для мышей как с оптическим, так и лазерным сенсором. Кроме того, он обладает достаточной толщиной в 3 мм, чтобы создавать такой некий легкий амортизирующий эффект, повышая комфорт для пользователя. Простроченные края с плоскими стежками предотвращают растрепывание, а противоскользящее прорезиненное основание надежно удерживает коврик на месте в разгар яростных баталий. Ну и выглядит он, конечно, просто бомбически. Если честно, я лично в него влюблен. Ну и последнее устройство на сегодня это игровая гарнитура ROG Delta S EVA Edition. Она обеспечивает отличное и детализированное звучание, которое дает геймерам существенное преимущество над соперником. В ней используется флагманский ЦАП ESS9281 с технологией Quad DAC и микрофоном с интеллектуальным шумоподавлением. ROG Delta S EVA Edition весит всего 300 граммов и комплектуется амбушюрами ROG Hybrid эргономичной D-образной формы, которые комфортно сидят во время длительных геймерских сессий. Гарнитура оснащена разъемом USB-C, благодаря чему ее можно использовать с различными устройствами. Настольным ПК, игровыми консолями, смартфонами, ноутбуками и с другими подобными устройствами. Ну и самое главное, конечно же, оригинальный дизайн устройства в фиолетово-зеленых тонах, дополненный персонализируемой полноцветной подсветкой. А теперь, ребята, предлагаю перейти к еще одной приятной части ролика. Конкурс. Мы хотим вас порадовать классными подарками, поэтому объявляем розыгрыш на лучший комментарий. У вас есть шанс выиграть футболку ROG Evangelion. Придумайте и предложите свой вариант. Какую уникальную коллекцию вы бы хотели сделать для устройств Republic of Gamers? Какая коллаборация была бы интересной? Отбирать победителей мы будем лично, всей командой. Если вы смотрите это видео на YouTube, то вам нужно подписаться на канал и оставить комментарий. А если же вы смотрите данный выпуск в социальной сети ВКонтакте, то вам нужно также оставить комментарий и сделать репост видео к себе на страницу. Подробные условия проведения розыгрыша в описании. Дерзайте. Ну что же, в завершение хочу еще раз подчеркнуть уникальность данной коллаборации. Дизайн действительно очень ярко и круто получился на наших продуктах. Команда ROG и студия HARA потрудились действительно на славу. Собрав всю коллекцию воедино, получится настоящая крутая EO машина. Я думаю впереди нас ждет, точнее не думаю, я уверен, что впереди еще очень много крутых проектов и это здорово. Я действительно получил большое удовольствие увидеть все данные девайсы вживую и подготовить для вас контент. Ну а я вам говорю, до новых встреч, спасибо большое за просмотр, с вами был Никита, это Republic of Gamers, оставайтесь с нами, впереди у нас, как и всегда, много интересного. Пока!